В эфире РБК Уфа. Мы вещаем из отеля Шаратон. Меня зовут Олег Смаков. Здравствуйте. Ёлки от 600 рублей, пихты и сосна от 800. Цены на живые хвойные деревья в Уфе по сравнению с прошлым годом практически не изменились, утверждают продавцы. Стоимость зависит как от породы дерева, так и от места произрастания. К примеру, импортные экземпляры, которые выращивают специально для новогодних и рождественских торжеств, стоят в среднем 5-7 тысяч. Они и пушистые, и симметричные, и стоят дольше, уверяют ценители. Очень люблю живые ёлки. Искусственные ели категорически не воспринимаем. Вот эта ёлочка 5700, но меня смущает макушка. То, что мне нравится, стоит 6800. Лимит уже превышен. Однако наибольшим спросом пользуются все же наши деревья. Хвойных красавиц везут как из районов Башкортостана, так и из соседних регионов, в частности, из Пермского края и Удмуртии. Русская ель – символ Нового года. Она пользуется спросом неизменно на протяжении уже скольки лет. Сосны также. Большинство опрошенных нашим телеканалом горожан признаются – перешли на искусственные ёлки. Но запах Нового года не только мандарины, а ещё и хвоя. Поэтому в доме, считают многие, должна быть хотя бы одна живая ветка. Ну, здесь 150. Самые дорогие. Но зато здесь пахнут. Соседи вот продают там по 100 рублей. Ну, совсем не пахнут ветки. Старые, видимо. Давно. Это свежий срез. Просто, можно сказать, на запах пришёл. В Уфе ёлочные базары работают на 70 площадках, сообщили в Министерстве лесного хозяйства республики. И сейчас у продавцов новогодних красавиц самая горячая пора. Уже буквально через день остатки товара уйдут по бросовой цене. Продолжая тему новогоднее, застолье в этом году обойдётся жителям республики на 4% дороже, чем в прошлом. РБК Уфа проанализировал стоимость набора продуктов для новогоднего стола на семью из четырёх человек. Например, за салат оливье, который подавляющее большинство россиян всё ещё считают главным блюдом новогоднего стола, придётся выложить чуть более 325 рублей. Это связано с тем, что существенно выросли цены на составляющие салата. Морковь подорожала на 3,4%, куриные яйца на 6,9%, картофель прибавил в цене чуть больше 5%, стоимость репчатого лука 5,7%. Но зато почти не изменилась динамика цен на куриное мясо, свинину, замороженную рыбу и муку. Самым бюджетным на столе будет селить под шубой, а самым дорогим красная икра. В общей сумме россиянин потратят на празднование Нового года в среднем 17 тысяч рублей. Такие данные приводит исследовательское агентство Deloitte. По расчётам специалистов, 47% расходов уйдёт на то, чтобы накрыть новогодний стол. Это самая большая статья затрат. Отмечу, показатель не меняется уже шестой год подряд. С 1 января 2019 года в России средства малых предприятий на банковских счетах и депозитах будут застрахованы системой страхования вкладов. О нововведении сообщили в Национальном банке Башкортостана. Теперь в случае отзыва лицензии у банка, малые предприятия наряду с индивидуальными предпринимателями и физическими лицами могут рассчитывать на возмещение в сумме до 1,4 миллиона рублей. Напомню, что малым предприятием может считаться эта организация годовой доход, который не превышает 800 миллионов рублей и на который трудится не более 100 человек. По данным Нацбанка, средства организации республики на банковских счетах и депозитах увеличились с начала года почти на 40%, до 134,5 миллиардов рублей. Сумма средств индивидуальных предпринимателей выросла без малого на 20% и превысила 7,5 миллиардов. Вклады физических лиц в плюсе почти на 2%, их объем чуть больше 370 миллиардов. Производители и потребители продукции Крыма и Башкортостана смогут договориться о новых условиях товарообмена в Уфе. С 17 по 18 января в нашей республике пройдут Дни Крыма. Официальную делегацию южного региона возглавит его голова Сергей Аксенов. Вместе с ним прибудут представители деловых кругов, органов власти и местного самоуправления. Программа бизнес-форума включает выставку народных промыслов и ряд выездных секций. Ключевым событием станет пленарное заседание. В его работе ожидается участие временно исполняющего обязанности главы Башкортостана Радия Хабирова, мэра Уфы Ульфата Мустафина, сопредседателя общественной организации «Деловая Россия» Андрея Назарова и других. И на этом у нас все. Далее мой коллега Кирилл Кукош обсуждает акселератор социальных проектов. Не пропустите.